Всем добрый день. В эфире рубрика «Гадалки с обриска». Меня зовут Марина Соколовская. Я работаю в Музее первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня по просьбе куратора Ольги Комлевой будут задавать вопрос о неясном будущем Сергею Цыгунову. Да, всем здравствуйте вновь. Меня зовут Сергей Цыгунов. Я занимаюсь астрологией, таро, клинической психологией. Руковожу школой символических систем. Сегодня будем гадать. Ну что, какой у вас сегодня вопрос? У меня два вопроса. Мне сказали, можно задать два вопроса. Я напомню, что для меня, по крайней мере, эта рубрика немного шуточная, поэтому, возможно, вопросы будут довольно странными. Итак, первый вопрос вот с чем связан. Мы помним, что 90-е годы запомнились как время акционизма. И сегодня, когда мы приходим на выставки современного искусства, мы ждем, что мы видим инсталляции, объекты, документацию перформансов. Но когда началась пандемия, мои друзья сказали, как же так? Получается, что теперь выигрывают те, кто может рисовать и выкладывать онлайн свои рисунки. И поэтому первый вопрос связан вот с чем. Что нужно ли задуматься художникам о том, чтобы вернуться к живописи и графике, или современное искусство может сохранить все те языки, что оно выработало прежде? Видим ли мы на выставках еще инсталляции и перформансы? И второй вопрос. Их надо задать последовательно. Можно... Они просто очень разные, да. Хорошо, тогда мы начнем с этого. И здесь я предлагаю посмотреть не на картах, а погадать по книжке. Мы один раз это практиковали. Вот, и сегодня у меня антология поэзии битников. Я вот прям почувствовал, что эту книгу нужно взять как раз к тему. Как бы акционизм, такие движения. Здесь, скажу, сколько страниц. Здесь 750... Нет, не 50... Господь. Здесь 759 страниц. Вот. Нужно назвать страницу и строчку сверху, снизу. Так, будем патриотичны. 723 страница. А сколько там может быть строчек в среднем книжке? Давайте... Пусть будет 13 ст. Сверху, снизу? Сверху. Я так и знал. Как только открыл эту страницу, здесь было написано «На могиле Аполлинера» и ссылка на вопль как раз-таки Гинсберга. Это очень интересно. Мне кажется, это такая забавная история. Я думаю, что если нас отсылают к воплю, то мы должны открыть вопль. И здесь, конечно же, я думаю, что нужно выбрать отрывок. Вот здесь вопль располагается... Подстрочник вопль располагается на трех страничках. Какая? Первая, вторая, третья? Давайте первая, седьмая строка. Каждый день вечность, каждый ангел. Ну, конечно, поэзия очень многозначительна, но мне кажется, что если каждый день вечность и каждый ангел, то акционизм никуда не уйдет, и нужно продолжать, как и раньше, а искать новые формы. Потому что это каждый день вечность и каждый ангел. И делать, что хочешь. Пророчит поэзия. Вот. Ну, а теперь второй вопрос. Да, второй вот такой будет. Он будет неконкретный. Я не знаю, насколько это возможно. Я вообще не знаток гаданий, но, опять же, в 90-е годы были такие практики, знаете, там, Кашпировского, например, коллективных сеансов. Вот. И у всех есть всегда какие-то вопросы очень личные, которые иногда сложно вслух произнести. Касающиеся именно тебя. Не знаю, там, научишься ты делать укладку волос, выйдешь замуж, закончит ли ребенок четверть без двойки, если ты не будешь делать за него домашние задания, я не знаю, там, научишься ли готовить, вот что-то такое, да. Можно ли сделать так, чтобы каждый сейчас подумал, вот, какой вопрос я хочу получить ответ. И вопросом будет да или нет. То есть каждый сам задает вопрос. Я, например, сейчас, да, задам и слушатели, зрители потом, но не произнося какого-то слова. Вот это да или нет относительно личного желания. Отлично, отлично, хорошо. Тогда задаю вопрос картам. Скажите, пожалуйста, шансы на то, что тот вопрос, который зададут зрители этой трансляции, ответ на него будет положительный, отрицательный. Так интересно, ответили. Я бы сказал, что ответ будет положительный, но причем очень интересно, что как будто бы в новых обстоятельствах, то есть не так, как человек себя ожидает. Здесь это выходит аркан возрождения. То есть это, знаете, как бывает, нам кажется, что мы сейчас поедем к любимой бабушке на дачу и будем там весело с ней собирать ягоду, а потом мы приезжаем, безумно влюбляемся, и вроде бы на даче мы немного не ягодой занимаемся. То есть вроде бы старая история, но немного другие обстоятельства уже. Вот, поэтому я бы сказал, что здесь будет скорее да, точнее не скорее, а точно будет да, но немного не так, как человек себе планирует и ожидает. А для тех, у кого нет, у них тут интересно, потому что у них здесь туз кубков, что говорит, в принципе, о нейтральной такой позиции, что здесь скорее не про нет, а про то, что будет по-другому, но будет что-то, что принесет очень позитивные эмоции. Потому что туз кубков – это когда такое первая радость, первые радостные ощущения, что-то приятное новое в нашей жизни происходит, и мы начинаем чувствовать такой душевный подъем. Ну, например, купили себе новую машину, смотрим на нее и радуемся. Вот это вот туз кубков. Я думаю, что вот это вот «нет» вызовет очень приятные ощущения. Что-то мне подсказывает, что среди задающих могут быть люди, которые спросят о чем-то, от чего они хотят, может быть, избавиться, и будут этому рады. Вот. И так далее. Ну, конечно, здесь нужно сделать поправку на то, что такие прогнозы, которые не индивидуальные, они, скорее так, действительно очень шуточные. Да, ну, возможно, помогут определиться собственными желаниями, или хотя бы принять их, да, что эти желания разбудутся и все равно могут быть счастливыми. Ну, я здесь хочу предложить еще один такой момент, поскольку вот мы ответили на «да», «нет». предложить сейчас, чтобы я вытащил карту, и люди, которые будут задавать вопросы, они могут сами, глядя на эту карту, найти какой-то ответ. Вот какую карту порекомендуете для людей, которые будут задаваться вопросом, глядя на эту трансляцию? Вот. И выходит карта «Папа». Вот люди, которые будут смотреть трансляцию. Задача такая – посмотрите на карту и подумайте, проанализируйте, какие она у вас вызывает ассоциации, какие чувства. Может быть, вы вспоминаете какую-то ситуацию. И как эта карта может помочь вам решить ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь, найти тот ответ и решение, которое вам сейчас необходимо. Вот задаться этим вопросом можно вполне себе, глядя на эту карту, и поразмышлять, что принесет бессознательно, какие будут подсказки. Вот. Такая прекрасная карта «Папа». Вот. Можно позадаваться этим вопросом. Не знаю, куда-то судилище. Или что бы это могло значить? Ну, у каждого свое. Каждый увидит что-то свое. Можно 10 людям разложить одну и ту же карту, и каждый назовет свою ассоциацию. То есть у карт нет каких-то предзаданных значений? Нет, конечно же есть. Конечно же есть. Но в рамках вот такого формата здесь мы можем работать в рамках ассоциативного подхода. Второй из два подхода – это ассоциативный. Он очень похож на метафорические карты. Когда мы берем какую-то карту и спрашиваем себя, какие она вызывает у меня ощущения, эмоции, переживания, какие-то инсайты. И таким образом мы из своего подсознания, бессознательного вытаскиваем нужные ответы, которые так уже есть на поверхности. Просто они нам не совсем видны. В случае же системного подхода, конечно же, есть заданные четкие конкретные значения, и вариативности практически не бывает. Поэтому клиенты торолога бывают двух типов. Первый тип – это те, которые говорят, да-да-да, я так и думала, или да-да-да, я так и думал, потому что человек с помощью карт просто вытаскивает то, что у клиента в голове сидит, но он это не до конца как бы осознает. Вот я так и чувствовал, например, сказать. И второй тип, которые говорят, ну как-то я не уверен или не уверена, что это вот прям про меня, а потом звонят через неделю и говорят, да-да-да, все, оказывается, так и было, я себя там обманывал, например, в этом вопросе субъективно. Оно вот, как оказывается, объективно происходит. Ну, как-то так. Спасибо, Сергей. Да, пожалуйста. Я надеюсь, что наше будущее будет менее тревожным. Да, это главное. Это главное, потому что, когда мы спокойны, то и все вокруг спокойное. До свидания. Да, до свидания. Был рад взаимодействовать. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова